Вам, может, что-то хочется узнать духовное? Еще нету, не слышите? Вам не слышно меня? А, вы не можете говорить. Ну, ладно. Ну, а вы не понимаете, что я говорю? Вот здесь вместо такое пришли люди, раздеваются. Это не для хорошего дела. Мы пришли, как верующие, говорим, чтобы этого не делали. Потому что Бог говорит, что никакие прелюбодеи, пьяницы, злоречивые Царствие Божие не наследуют. Они будут брошены в озеро Огненное. Ну, вот вы услышали. Вот если сами можете, я вам сейчас скажу, запишите наш видеоканал. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Там много всего полезного. Все, у вас другое нельзя, да? Ваша вера не позволяет, да? Нет? Ну, ладно. Если уже никак нельзя. Слово «Иисус Христос» не слышали? Слышали. Ну, вот. Мы проповедуем о Христе, чтобы дети тоже были спасены. Плохого же не надо смотреть никогда. Тут такой нехороший канал-то. Вы тут сидите, и что вы тут увидите-то? Опять поползло все. У вас там церковь-то есть? Да. А вы ходите в нее, нет? Да. Ходите? Вот молодцы. Так, повыше. Только так. А вы читать-то уже умеете? Да. У вас Евангелие есть дома? Евангелие, Евангелие. Ну, это вся книга. Она называется «Библия». Вот такая вот. Нет у нас. Вот. И там все описано об Иисусе Христе. Что Он умер за наши грехи. Господь Христос. И кто будет веровать, будет в раю. Что поступал, как заповеди глазят. Опять поехали вниз. Вы что-то ушли туда. Не видно. Вот. Ложитесь, когда спать. Вы молитесь? Нет. Надо молиться, чтобы Господь вас сохранил. А отдельно нигде на улице ни с кем не разговаривайте, не ходите. Потому что часто дети теряются. А вы уходите к двери. Подойди, скажи. Отрекаюсь сатаны и всех дел его. И чтобы родители вас благословили пойти куда. Никому на дом не заходите. Я всех детей прошу об этом. Я был долго начальник детского лагеря. У меня все дети сохраненные были. Ни один ребенок не заболел, не потерялся. Вот так. Ну что, да сохранит вас Господь. Ходите в Храм Божий. Там плохому вас не научат. С Богом. Хлопцы. Хорошие. Понравились вы мне. Молодцы. С Богом. Вопросы есть. Можете задать. Мы верующие. У нас многое можете узнать полезного. О! Это мне известно. Вы в органах слушаете, да? Я после техникума. Я строительный техникум окончил. А у нас семья вся такая пролетарская. Отец инвалид войны. Ну и советская власть на нас смотрела так. И меня направили в органы МВД работать. Строгорежимный лагерь. Плишкина. Это Иркутская область. С заключенными. Прорабом. И я там работал семь с лишним месяцев и оттуда в армию ушел. Так что ваши органы мне хорошо известны. А когда я уверовал, за мной приезжали из милиции. Я в милиции делал, говорил проповеди, доклады. Вот они приезжают и говорят, нам нужно об экстремизме. А это офицеры. Офицерский состав там много, мы милиции. И мне одному тут приходилось встречаться. У нас пять отделов в городе. Если человек не знает, где его душа будет, он должен определиться. У нас написано, кто верует в Сына Божия Иисуса Христа и принял крещение, имеет жизнь вечную. Он за наши грехи Христос умер. Это же от тебя зависит. Насильно никого не заставишь. У вас что-то далеко микрофон или что там? Нет? Вы христиан или мусульман? О, вот так хорошо слышно. А что вы спросили? Вы христиан или мусульман? И мы христиане, православные христиане. Православные христиане. Я мусульман. А? Я мусульман. Ну что, что мусульман? У нас с мусульманами хорошее отношение везде. У нас была миссионерская поездка. Мы в доме мулы ночевали. Потом в мечеть ходили, молились. А в Каспийске, где были? Да, комната для намаза. А потом пошли в православный храм. У нас... Да, у нас задача прямая стоит-то. Не погибнуть. Я вот в армии посмотрел фильм, отверженный Викторией Гуго. Там прямо говорит, спасти не жизнь, а душу. Это меня так пронзило буквально. Я стал искать и думать, как. Душу, душу. Душа у человека есть. Одна душа. Тело похоронят, а душа идет к Богу. А где ты будешь? Где? В огне гореть или с Богом в Царстве Небесном? Вот теперь один вопрос остался нерешенный. А когда я уверовал, что за меня Христос умер, тут все стало на свое место. Он мой искупитель. Так написано у нас в Святой Библии. Это наша священная книга. Вот она. Я много занимался Кораном. Я могу сказать, что Коран меньше Библии в 5,6 раза по объему. А Новый Завет отдельно в 1,16 меньше. Чтобы Коран просчитать, по одному счастью считать будешь, 17 дней нужно. 17 дней, 2 недели, и ты уже просчитал его. Когда начинать войну? Это наработки мои. Я специально занимался. У меня целый том выпущен о мусульманах. И что? А вы говорили о ней? И что? О них говорили 1300 лет. Мухаммад умер в 632 году. Я вот спрашиваю мусульман, скажите, кто образовал вам веру эту, он сражался военно? Да, он военно-начальник был большой. А сколько сражений было? Ни один не может ответить. Я говорю о вашем, не нашем Христе. У нашего Христа оружия в руках не было. Я говорю, кто вашу религию-то основал? Он же воевал. Мусульмане все, да, там имам сидит, да. А сколько сражений в жизни его было? Они затрудняются. Я говорю, 72. А сколько было наступателей, сколько оборонительных? Тоже не знают. Я говорю, два было оборонительных сражения, а остальное грабили караваны, которые идут. Соседние народы к себе варикали. Что такое сатана? Сатана – это ангел, бывший на небе близкий к Богу. Его называют Люцифер, то есть ангел света. И он поднял войну против Бога. Третья часть, он обольщен был. Вот третья часть, ну это понятно, от сотни это 30. А там, может, миллионы их было. И с ним воевал архангел Михаил. Это написано в Апокалипсисе в Библии, 12 глава. И они его победили, сбросили на землю. И голос был, горе живущим на земле. Ибо к вам сошел дьявол, сатана, в великой ярости, ища кого поглотить. Проглотить. Вот кто он такой. Что такое Иисус? Иисус – это спаситель мира, которого Господь послал. А Девы Марии рожденной. У вас называют Иса, а Богородицу Марьям. Вот у нас Авраама, вы зовете Ибрагим. У нас Соломон написано, вы говорите Сулейман. Оно похоже. Транскрипция другая. Понятно. Да. Он умер за наши грехи. А вы слышали про... Я тоже верю в Бога. А вы слышали такого писателя, Щенгиз Айтматов? Да. Это чей писатель был? Я не понял, какая это была. Киргизский. Киргиз. Киргиз. И он написал роман «Плаха». «Плаха», на который головы рубят. И у него там главный герой, главная фигура, которая есть. Это семинарист Аристарх православный. Его корреспондент с газетой литературной была. Там, тогда Фрунзе называлась, Бишкек. И говорит, там называют его, там, Щенгиз Айтматович, или как там его. И говорит, а почему у вас главный герой христианин? Вы же мусульманин. Он говорит, Мухаммад много добра людям делал. Он честный был. Но умер за грехи людей Иисус, не Мухаммад. Поэтому это разница. Одно делать добро, а другое умереть за это. Это несорезмеримые верещины. Это вот так он ответил, как мусульманин. Он себя не унизил этим, ничего. Сколько лет вам? Мне, а как вы думаете? Я примерно сходу 70. Ну, сколько примерно? Да. 80. 70, да. 80. 80. 80. 10 июня будет. Тут два месяца осталось. Вот. Мне Господь позволил пройти... Да, непростой путь Господь мне дал. Я когда уверовал, советская власть нас сильно гоняла. Советская власть. Она не любила, когда другим говоришь. А я другим говорю, и люди обращаются. У нас мусульмане пришли, стали православными христианами. Баптисты. И меня, эти коммунисты, сажали в тюрьмы. Меня 26 крутили руки, и что попало делали со мной. А я остался живой. С чудом Божьим. У нас очень большой YouTube канал. Во свете Библии называется. 14500 роликов там. Ваш канал есть? Что есть? Ваш канал есть на YouTube. Канал YouTube называется «Во свете Библии». Канал. Наш. Наш. Ну, и там написано «Игнатий Лапкин». Это моя фамилия, имя. И там у нас 14500 роликов о том, как мы строим православную деревню с нуля. Как я начальником детского лагеря был 45 лет православного, негосударственного. Тысячи детей подняли. И ни рубля государство не дало. Ни рубля. Сейчас деревню с нуля строим. Пустырь взяли. Государство ни рубля. Нет. Школа. Есть. Учителя там получают и все. И дороги сами делаем, и пруды восстанавливаем. Рыбу разводить. Что такое это «Аллилуйя»? «Аллилуйя» означает «Слава тебе Боже». Это три слова по-еврейски. «Слава тебе Боже». И когда у нас поется, то два раза говорится по-русски, а третий раз по-еврейски. «Аллилуйя, Аллилуйя, Слава тебе Боже». «Аллилуйя, Аллилуйя, Слава тебе Боже». Это три слова. «Илл» – это очень похоже, откуда у вас взяты, говорите. Это Бог. Вот, допустим, Михаил в конце «Илл». Это Бог. Никто, как Бог. То есть равного Богу нет. Михаил. А если Илья, первый «Илл», наоборот, не в конце. Это «Бог моя крепость». Три слова. «Бог моя крепость». Вот у меня знакомая очень, жена Мулы. Мы большие друзья с ней. Она меня там и отцом зовёт. Её звать Самира. А Самира по-арабски – это означает «собеседница». Вот мы беседуем, друг друга понимаем. Ну, собеседники на какую-то тему. Она очень грамотная. До того она хорошая. Вот везде она всё успевает, с ребятишками занимается и в университете где-то преподает. У неё два высших образования. Какие они грамотные все. И вот мы у ней были, ночевали бы. Она жена Мулы. И мы ночевали у них дома. Мы там своё говорим пока. Мы тоже молимся. Вот у нас семь раз в день молиться надо. Вот видите? Щётки какие. Это сто поклонов. Это семь раз надо в день молиться. Семь раз. Семь. Семь раз. А у мусульман пять раз. И мы что-то говорим, глядим, её нет. Я смотрю, она уже на балконе склонилась и молится. Что такое сатана? Что там? Кто что? Сатана, сатана. Сатана? Да. Да я ответил вам. Это бывший ангел, который превратился в демона. Да, всё, всё. Ангел, который на небе. Бог его сбросил оттуда за то, что он там революцию поднял. Против Бога. А-а-а. Вот откуда революционеры-то идут. Это слуги дьявола. Я помню. Вот так. Спасибо вам большое. Вот если у вас будет желание побеседовать, в скайп зайдите, игнать и лапки наберите только, и вы на меня выйдете. Хорошо. Ну что, если вопросов нет, мы прощаемся. Ага. Спасибо большое. Храни вас Господь. До свидания. Счастливо вам. Счастливо и вам. Добрый вечер. Добрый. Расскажите что-нибудь, как бы, про Бога. Конечно, я мусульманин, но хочется вашей мнения. Я только сейчас с мусульманами разговаривал. Вот пять минут назад. Тут еще и не мусульманин тоже. Только просьба, чтобы плохие слова не говорили. Нет. Когда Господь сотворил этот мир, Адам и Ева, вы это знаете, у вас тоже написано. И они согрешили, и Бог... Адам и Ева, да. Бог изгнал их из рая. А дальше мировая история идет. И она вся описана в нашей священной книге, которая называется... Библия. Библия. Да. Библия. Вот. В ней все это описано. Прошло от Адама, как Бог сотворил, до Рождества Христа пять тысяч пятьсот восемь лет. И в это время, пять тысяч пятьсот лет, история вся описана. Ну, из народа израильского. Что было где-то в Перу, там, в Мозамбике, это никто не знает про это. И вот когда Господь родился, Ему исполнилось тридцать лет, и Он вышел на проповедь. Иисус. У вас в Коране написано Иса. Да, да. Да, Иса. Вот. Он проповедовал Нагорную проповедь. Начинается слово так. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плащущие, ибо они утешатся. Блаженны миротворцами, ибо наречены будут сынами Божьими. Блаженны кротки, ибо они наследуют землю. То есть, блаженств девять. А дальше говорит, как нужно относиться друг к другу, людям. И ученикам говорил, что пройдет время, и меня распнут, убьют. Но в третий день я воскресну. Ученики этого не понимали, но они такого не видали никогда. Но когда так случилось, то они поняли тогда, что и жизнь началась другая. Вот Господь им явился. Это все написано в Евангелии от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Четыре Евангелия. И далее эту весть они понесли по всему миру. Стали проповедовать. Вот так родилось христианство. Евреи объявили войну, потому что от евреев все взяли. Христос еврей по плоти. Ну и ваша-то религия тоже на основе еврейской веры-то идет. Потому что у вас Ибрагим, это Авраам. У вас Сулейман, а там Соломон. Да, мы их пророком, наши пророки. Да, и пророки такие. Я могу сделать, что в Библии написано... Один вывод. Вывод, что Бог на самом деле един. Один. Как бы все религиозные люди не сталкивались. Един Бог. Един Бог. Я считаю, что Бог один. Бог один-един. Я считаю, что его надо просто, не надо на слова говорить, надо его чувства через внутри. В каждом человеке есть Бог. Как и говорилось в Библии, между прочим. Должно быть. Но однако иные поселились, когда бесноватый был, Господь его остановил, он падает, пена идет. Как тебе имя? Он говорит, Легион. Это две тысячи демонов было в человеке. Так что не в каждом Бог. Бог, когда люди молятся Богу, живут по заповедям Божьим. Тут голые... Вот я вам, если скажу, такой вопрос. Даджал. Вы слышали слово Даджал? Дьявол. То есть антихрист. Да. А вот они, как бы, вот у нас, как бы, вот в религии, это Даджал антихрист. Он одноглазый. Есть в Библии написано? Нет, нет, нет. Он не одноглазый будет. Он нормальный человек, еврей. А еврейское колено разбито на 12 частей. Колено называется. Он из колена Данова будет. И столицей мира будет Иерусалим. И храм, где сейчас там Аяха стоит, у них мечеть, это все уберут. Будет храм стоять. Воюют, не воюют, мусульмане, будет, как написано. И он будет царем над всей землей. И будет царствовать 3,5 года, 42 месяца. Нет, он в конце меры придет, вот этот антихрист со своей армией всех уничтожит. Люди, которые приходят, они скажут, он антихрист, вот этот человек скажет, что принимай, как бы, вер во мне. Не в Богу, и все, Господь, вер во мне. Я ваший Господь. Он придет людям и так. Потому что люди будут сказаны, что, а почему я должен верить тебе? Говорит, сколько у тебя богатства? Скажешь, у меня миллион. Он говорит, если я увеличу два раза твои богатства, ты будешь во мне верить? Он скажет, да, он будет два раза, твои деньги, твои богатства два раза, он это может делать. И люди начинают его доверять, и за ними ходить его, как бы, и потом, на самом деле, в конце, кто придет, как бы, по Библиям, если я перевожу, Иисус Христос придет с неба оттуда и придет уничтожить этого. Да. А его армия никто больше, кроме Иисуса, и никто не может. А вот он придет на землю, уничтожит его. Он, его армия, насколько сильна, который, он все уничтожает на своей пути и дойдет до Евросоюза. Евросоюз, да? Нет, Евросоюз. Брюссель, Брюссель. А? В Брюсселе главный центр, Брюссель, в Бельгии. А вы слышали, что про Мэки Мадина? А это неправда. Они говорят, вы в Японии нашли, где нет этого. Нет. Это обман. На этот антихрист будет сайт начертания, как печать, 666. Но это зашифрованное. На правую руку и начало. Всем. А кто не примет, так. У этого антихриста здесь написано на три буквы арабский. Я просто, я говорю по своей религии, что на самом деле у него все, все люди должны знать, на три буквы, неверящий, одноглазий он. Все его замечают, когда он придет на этом свете, конца света, со своим армией. Его армия насколько сильна, насколько, насколько никто не умеет его, кроме пророка Иисуса. Он придет уничтожить его. Только он. Да. Ну, я не знаю, но если вы проповедник, или обычный, или, я не знаю, но вы наверняка, либо там наши религии смотрели, или Библию прочитали, ну, Коран, ну, все возможно, потому что я книгу, Библию вашу я читал. Ну, я, мне, вот, много, когда говорят о том, что русские, ну, ну, не русские именно, то есть это православные или, там, ну, не мусульмане, когда говоришь о том, что, ну, Библия, они говорят, если мы, как бы, Коран читаем, это грех. Ни одной. Разве Библия написана, чтобы, если ты книга читаешь, это тебе грех? Нет, конечно. Ну, у нас, у Ислама, нету такого смысла, что, если я возьму Библию, почитаю, это для меня грех. Почему? Мне интересно, я хочу читать, ну, мало ли, я что-то хочу понять, что там, что здесь. Да. Сейчас, говорите, говорите. Это уже не грех. Любая книга, это нигде не написано, чтобы, если ты прочитаешь эту книгу, у тебя грех. Смотрите, какая книга? Считайте. Как сказать? Вон, Коран есть, видишь? Человек? Да. Ну, вот. Для меня, конечно, Коран, или, блин, показывается сейчас. Я очень хорошо вот с таким людям разговаривать. Вот, вообще-то, сейчас мы перемотали, перемотали, там, сколько молодежи, которые вообще, никакие образования, никакие, то есть, воспитания нету. А как бы с пожилой, пожилых людей, как бы, когда разговариваешь, это ты, как бы, урок берешь, ты понимаешь, что ты человек нормальный, хороший, который жизнь повидал. Ты разговариваешь хорошо с человеком, а не то, что там молодежь, которые там, они своего там, извини, пожалуйста, там, как перемотаешь сиську показывать женщине, они увлекаются на что-то другое, или там слова какие-то плохие там, вообще. Ну, мысль человек, я думаю, уловил. Ну, как бы, вы сейчас первый человек, который попали. Понятно, понятно. Если у вас будет желание когда-то зайти побеседовать, вы мою фамилию, имя запомните, Игнатий Лапкин, и вы в скайпе меня найдете. Я один с этим именем. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. Игнатий Лапкин. У нас очень большой Ютуб, Ютуб, называется «Во свете Библии». И у нас будет там роликов, у нас стоит 14 тысяч 500 роликов. И то, что мы с вами говорим, тоже все это будет показано. Да. А, нет, подогоняйся. Нет, нет, нет. У нас хорошие слова были. Мы ничего плохого не сказали. Вам приятно будет? А может, но нет. Вы бы предупредили вас. Да ничего нету. Он не ругался, мы никак. У нас хорошие слова были. Как он? Нормально все было. Ну ладно тогда, раз вопросов нету, я тогда отхожу от вас. Не, не, подождите. Можно вас найти, как вы сказали? Найти в скайпе, скайп, скайпе. А можете, можете, тут есть чат такой импровизированный, конечно. А вы откройте, напишите «Во свете Библии», Ютуб. Мы славим Бога, единого в вечном, сотворившего небо и землю. Ага. И сейчас. Люди, чтобы верили в Бога, что Христос умер за наши грехи, и получили прощение грехов, и не были в отере огненном с сатаной, а были со Христом, чтобы в вечности быть в раю. А тут собрались люди, это что, половина мужчин голые валяются, женщины показывают все, что не надо показывать. У вас что-нибудь есть спросить про духовную жизнь, про смысл жизни, как спасти душу свою? Да ее поздно спасать. Нет, не поздно, никогда, пока живой человек. Писание говорит, в день, в который ты вас зовешь ко мне, я услышу тебя, говорит Господь. Только попроси прощения, что за твои грехи Христос умер, грехи твои прощены будут. И далее живи по его заповедям, прими святое крещение, живи, как Бог заповедовал, не смотри на людей. Потому что на суде Божьем...